Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Практически каждый третий человек в мире так или иначе сталкивается с таким заболеванием, как гепатит. Этим третьим может оказаться кто угодно. Мы сами наши друзья и близкие. Вирусные гепатиты могут протекать практически без симптома. Это и вызывает их особую опасность. О том, какое оружие есть в арсенале современной медицины и о тактике боя с вирусом, поговорим сегодня в программе «Здоровье». Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты. Елена Стрибкова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по проблемам ВИЧ-инфекции. Здравствуйте. Добрый день. И Гузель Садыкова, заведующая отделением эпидемиологии Самарского спеццентра. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое вирусные гепатиты? Позвольте. Вирусные гепатиты – это группа инфекций. У них есть название под латинскими буквами АБЦДЕ. Это основные гепатиты, с которыми мы сталкиваемся. Гепатиты можно разделить на две большие группы. Это гепатиты, которые передаются так называемым парентерально, то есть там, где есть через кожные повреждения, соответственно, кожи или слизистой. И вторая группа – так называемые кишечные гепатиты, которые передаются через грязную воду, грязные руки, загрязненные продукты питания. Это две большие группы, которые разнятся между собой по заражению, по процессам хронизации, по исходам гепатитов. Чаще всего мы сталкиваемся в юности в детстве с первой группой, то есть там, где гепатиты А и Е, то есть там, где грязные руки, грязная вода. А затем в более взрослом возрасте мы сталкиваемся уже с так называемыми парентеральными гепатитами. Это В, С и дельта гепатиты, которые передаются вот через повреждение кожного покрова. Вы совершенно справедливо заметили, что первый раз, наверное, с гепатитами мы сталкиваемся в детстве, и в детстве мы слышим такую болезнь – желтуха. Гепатиты с желтухой – это все-таки не одно и то же? Нет. Желтуха может иметь разную природу, конечно. Но вирусные гепатиты, тем не менее, да, это основная патология, при которой пациенты желтеют. И, естественно, тогда они обращаются за помощью. А что говорит статистика? Насколько распространено это заболевание в Самарской области? В Самарской области острые гепатиты – достаточно небольшой процент заболеваемости. По заболеваемости. Почему? Потому что у нас достаточно хорошие условия, экологические условия. У нас нет, скажем так, возможности заболеть вирусными гепатитами А и Е. У нас не бывает вспышек. Мы, наверное, руки моем во время. Да, но тем не менее, вот мы всегда так говорили, до нынешнего лета. А этим летом возникла вспышка в Сызранском районе, когда у нас было достаточно много пациентов с острым вирусным гепатитом А. Это было связано с водным фактором. То есть заразились через воду. Что касается гепатита Е, его у нас нет. Он в основном распространен в Центральной России. И основным фактором передачи является сало и свинина. Но у нас, слава богу, тоже этого нет. А вот что касается гепатитов В, С и Дельта, то мы, наверное, на, скажем так, если говорить по заболеваемости, где-то соответствуем показателям Российской Федерации. То есть показатели эти не очень высокие по В гепатиту. Это примерно 12 на 100 тысяч населения. Что касается С гепатита, то цифра гораздо выше. Это порядок 48-50 на 100 тысяч населения. Это достаточно высокие показатели. Избирателен ли гепатит? Ну, опять-таки, если говорить о гепатитах В, С и Дельта, как говорила Елена Алексеевна, да, это парантеральные гепатиты, то, разумеется, это будет привычное взрослое население. То есть, учитывая пути передачи, это, опять-таки, нестерильный медицинский инструментарий, это переливание крови, это случайные половые контакты. То есть это будет взрослое население, сексуально активное. Плюс, то есть, женщины, мужчины. Здесь, наверное, такого распределения нет четкого, да, но если с учетом того, что у нас все-таки большое значение имеет передача вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции при употреблении наркотиков, то все-таки в основном болеют мужчины вирусными гепатитами В, С и Дельта. Так, но и с учетом того, что, возможно, передача гепатитов в маникюрных салонах при, скажем, медицинских манипуляциях, нестерильными инструментами, медицинских учреждениях, то здесь половые различные, наверное, еще больше стирается. Поэтому и мужчины, и женщины одни маникюрные могут болеть и гепатитами В, С и Дельта. А вот отношение к кишечной гепатитам все-таки в основном болеет детское население. Если в отношении К-инфекции, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты В и С, то 43-45% наших пациентов, кроме ВИЧ-инфекции, еще имеют гепатиты В или С. Ну, я думаю, что некоторые факты из тех, которые вы назвали сейчас, требуют прояснений дальнейшего. Сейчас потихонечку начнем совсем разбираться. Вот проблема вирусных гепатитов переросла уже из медицинской в общенациональную. Во всяком случае, об этом говорили в Государственной Думе и говорили о том, что они становятся реальной угрозой для здоровья нации. То есть получается, что это не личная проблема человека, а проблема всего общества. А на чем основываются все эти высказывания? Вы знаете, ну, к проблеме вирусных гепатитов привлечено действительно самое пристальное внимание. Даже ВОЗ объявил вирусные гепатиты проблемой мира. Если мы будем сравнить с другими странами, то Россия, к сожалению, находится по количеству людей, зараженных вирусными гепатитами, на одном из первых мест в мире. По количеству людей, получающих противовирусную терапию, на одном из последних мест в мире. Поэтому у нас скопилось достаточно большое количество пациентов, которые болеют, которые распространяют инфекцию. Ну и помимо всего, это действительно трудоспособное население. То есть это и больничные листы, это и проблема исходов вирусных гепатитов, это инвалидность, это развитие онкологических заболеваний в исходе вирусных гепатитов. Это и проблема трансплантации печени, тем, кому помочь уже иными способами невозможно. Это колоссальная проблема, как социальная, как материальная, так и проблема для страны. Почему? Потому что такое количество работоспособных людей, у которых постоянно есть инфекция, которые требуют терапии, и которые в исходе становятся инвалидами или погибают, Конечно, эта проблема для страны достаточно большая. Особенно если учесть, что для нашей страны примерное количество людей, у которых есть такие, есть эти заболевания, это порядок 4-6 миллионов человек. Еще тогда, может быть, стоит остановиться на том, каким образом, что влияет на получение инвалидности при таком заболевании, что поражается главным образом? Вы знаете, к сожалению, вот хронические вирусные гепатиты темоопасны. Не зря их называют медленными ласковыми убийцами. Почему? Зачастую в 80-90% случаев, особенно при гепатите С, человек не знает о том, что он заразился. Нет никаких внешних проявлений болезни. Человек ведет обычный свой нормальный образ жизни. Он нагружает свою печень различными пищевыми факторами, может давать себе значительные физические нагрузки, не подозревая о том, что внутри в печени происходит какой-то процесс. Печень не болит до того момента, пока она не превращается в цирротическую или раковую печень. И вот тогда только человек обращает на это внимание, и либо у него появляется желтуха, либо выраженные боли, он приходит к нам уже очень поздно, когда мы видим запущенные стадии болезни. А сколько лет может это продолжать? В среднем считается, что это 10-15 лет. Вот, поэтому человек может заразиться еще, ну, буквально в детском возрасте, а проблема у него появится гораздо позже, и он придет к нам уже тогда, когда ситуация запущена, и ее зачастую иногда невозможно исправить. Коль скоро эта проблема настолько серьезная, наверное, стоит еще раз акцентировать внимание наших зрителей на том, каким же все-таки способом происходит заражение. Пути заражения гепатитами В и С. Они исходны, кстати, ну, как я, специалист ВИЧ-центра должна сказать, да, специальной передачи и ВИЧ. То есть это нестерильные медицинские инструменты. Это могут быть нестерильные инструменты. Это могут медицинские инструменты быть в лечебных учреждениях, и это могут быть шприцы, которые используют наркоманы при совместном употреблении. Так вот, это могут быть маникюрные наборы, это могут быть какие-то инструменты в косметических салонах. То есть все, что связано с повреждением кожных покровов, это все является потенциально опасным. То есть все эти факторы могут привести к заражению ВИЧ-инфекцией. Так, следующее – это переливание крови. То есть гепатиты В, С и ВИЧ-инфекция одинаково передаются при переливании их крови. Это наиболее опасное в плане передачи этих инфекций. Но, по счастью, у нас существует обязательное тестирование доноров на ВИЧ, на вирусные гепатиты перед кроводачей, перед каждой кроводачей. То есть, слава богу, кровь можно идти сдавать, не опасаясь. Да, кровь можно идти сдавать, не опасаясь, это 100%. Но, конечно, кровь можно переливать, не опасаясь. Достаточно большой долей уверенности можно переливать кровь, не опасаясь за заражение ВИЧ-инфекцией гепатитами. Так, ну вот два основных пути. А, третий основной путь, который – половой путь передачи. О нем никогда нельзя забывать, потому что и гепатиты В, и гепатит С, они также передаются половым путем. То есть, случайные половые связи, достаточно одного полового контакта, чтобы заразиться как гепатитами В, так и гепатитом С. То есть, риск передачи инфекции, скажем, гепатитами, риск передачи гепатита В и С намного выше, чем ВИЧ-инфекции. То есть, считают, что в среднем заражение ВИЧ-инфекции вьет 1 из 300 контактов, а заражение гепатитом В – 1 из 30 контактов. Это получается, что ты никогда не застрахован, когда идешь лечить зубы, делать маникюр, делать тату. Я сейчас никого не хочу отговорить ни от первого, ни от второго, ни от третьего. Но получается… А как же тогда быть? Как подстраховаться? Как жить? Поэтому нужно обращаться, во-первых, в лицензированные салоны, те же салоны красоты, те же в тату-салоны. То есть, мы не делаем тату на квартире у знакомого или знакомого-знакомого, а мы делаем лицензированный тату-салон. И при обращении хоть в парикмахерский, хоть в салон, мы обязательно смотрим, во-первых, в санитарное состояние и обращаем внимание на то, какими инструментами там проводят процедуры. То есть, инструменты должны быть простерилизованные. Наличие стерилизующей аппаратуры всегда можно посмотреть. Потом, простерилизованные инструменты, они должны быть упакованы и подаваться пациенту уже индивидуально в упакованном виде. То есть, это все уже в наших силах. Пойти туда, куда нужно и проверить хотя бы вот эти вот вещи, проконтролировать то, что визуально видно. А вы, Елена Алексеевна, например, вы приходите делать маникюр, вы просите лицензию, вы проверяете инструменты. Это вообще как вот рядовому человеку, может быть, не обладающему такими знаниями медицинскими, как застраховать себя от заражения? Да, конечно, обязательно. Потому что делать косметические процедуры можно только в том месте, в котором ты доверяешь мастеру и знаешь о том, что весь инструмент будет простерилизован. И в какой другой салон я не пойду никогда. Что касается стоматологии, очень часто ссылаются на стоматологов о том, что заразились именно посетив стоматолога. Тем не менее, по поручению нашего министра здравоохранения, мы проверили все государственные учреждения, проверили их на качество проводимой дезинфекции и стерилизации. И, соответственно, никаких нарушений в государственных учреждениях мы не выявили. Но, проезжая по городу, мы с вами видим, где могут располагаться стоматологические клиники. В квартирах, на первых этажах, в зданиях, не приспособленных, не соответствующих санитарным нормам и правилам. Я думаю, что о качественной стерилизации в таких клиниках речь не пойдет никогда. Вы сказали, что гепатиты чаще всего не проявляют себя никоим образом в течение длительного времени. Ну, а что же тогда делать? То есть вообще ничто не должно насторожить? Вы знаете, первая жалоба, которая появляется у наших пациентов, но, к сожалению, они их не связывают именно с наличием гепатита, это повышенная слабость, иногда раздражительность, утомляемость. С чем мы связываем? Наверное, это нагрузки по работе. Наверное, я не выспался, еще какие-то. Но, тем не менее, это первые признаки, что это может быть неблагополучие именно в печени. Дальше могут появиться какие-то признаки, которые заставят все-таки обратиться к врачу. Зачастую это боли, дискомфорт в правом подреберье. И тогда человек обращается, соответственно, и мы выявляем гепатит. Очень часто гепатит сейчас выявляется при плановых операциях, при которых обязательно сдавать кровь на наличие гепатитов. Поэтому в любом случае человек должен следить за собой и сдавать кровь на вирусные гепатиты, ну, хотя бы один раз в несколько лет, если не было никаких других манипуляций, я имею в виду хирургических или стоматологических, то сдавать кровь надо обязательно. Где и как это делается? Вот сейчас, 20 ноября, будет проводиться третья европейская неделя тестирования на вирусные гепатиты. То есть наша страна в третий год будет в этом участвовать, в том числе медицинские учреждения в Самарской области. Значит, тестирование на вирусные гепатиты можно пройти в любом медицинском учреждении, в государственном, как это сказать, в любом государственном медицинском учреждении. Так ведь бесплатно. Анализы можно дать как анонимно, так и по рассказаниям фамилии, имени, отчества. То есть получается, я хочу еще раз акцентировать внимание, все-таки стоит это хотя бы периодически делать и не надеяться на то, что тебя ничто не беспокоит, да? Поскольку ты мог там лечить зубы, условно говоря, делать неудачный маникюр еще много лет назад. Да. Хорошо. Обнаружили вирусный гепатит у человека. Что делать дальше? Насколько я понимаю, вирусные гепатиты не излечиваются. Нет, это неправильно. Отлично. Я рада, что вы меня опровергли. Вы знаете, если обнаружено... Первое, что сдается, когда сдается кровь при так называемом рутинном скрининге, обнаруживается антитела к одному из видов гепатитов. Если вот этот анализ является положительным, первое, что надо сделать, это обратиться к инфекционисту по месту своего жительства, по полюсу ОМС. Он назначит правильное обследование полностью, потому что она достаточно, ну, скажем так, затратная для пациента и занимает, ну, определенный промежуток времени. И дальше, в зависимости от того, какая форма гепатита будет выявлена, и тогда вопрос станет уже следующий по лечению. Если же человек хочет обратиться, то у нас есть специализированные центры, в которых можно и сдать кровь, и получить сразу консультацию врача-инфекциониста, врача-гепатолога. Одним из таких центров является наш областной гепатологический центр при клиниках медуниверситета. Там специалисты и кафедры, и клиники консультируют таких пациентов. Там же можно обследоваться и получить помощь. То есть излечивается и гепатит, и В, и С. Правильно я поняла? Давайте сформулируем так. Гепатит С может излечиться, может быть излечим полностью. По гепатиту В у нас нет сейчас таких лекарств, которые раз и навсегда избавили от гепатита В. Но существуют прекрасные препараты, которые позволяют нам вирус держать под контролем и не развиваются тех страшных исходов, которые возможны, если не принимать эти противовирусные препараты. Поэтому качество жизни остается прежним. Человек, да, он принимает таблетки, но тем не менее печень его не страдает от вируса. И мы надеемся, что в скором времени появятся уже препараты, и мы скажем, и гепатит В тоже полностью излечим. Когда мы говорили о путях заражения, они очень похожи на пути заражения ВИЧ. Лечение также длительное, и также нужно все время находиться под контролем. Скажите, пожалуйста, почему большинство больных гепатитом скрывают это так же, как скрывают ВИЧ-инфицированные? И что вообще здесь общего? Ну, общие пути заражения, к сожалению, то есть как гепатиты, так и ВИЧ передается, мы уже говорили об этих путях, и отношение общества, к сожалению, к гепатитам сродни отношению к ВИЧ-инфекции. То есть, если человек говорит о том, что у него гепатит, то, к сожалению, очень многие считают, что от него можно заразиться, сидя с ним за одним столом или находясь с ним в одной комнате. И, естественно, возникает так называемая стигматизация общества. То есть человек становится изгоем, если он говорит о том, что у него есть гепатит. И очень мало людей хотят говорить об этом заболевании ни на работе, и, к сожалению, зачастую даже в своей семье они скрывают диагноз для того, чтобы не случилось каких-то семейных проблем дома. Ну, вы говорили о том, что поврежденная слизистая уже может являться источником заражения, и не трудно предположить, что человек, живущий в семье, ну, может быть, в определенной степени опасен для окружающих. Как жить с этим? Ну, вы знаете, для этого, наверное, все-таки мы стараемся работать, чтобы объяснять вот эти вещи и изменить отношение общества к пациентам с вирусными гепатитами. Если зачастую, да, в 90-е годы мы могли сказать о том, что процентов 90 заболевших это были пациенты, которые имели в своем анамнезе наркотики, то сейчас нет. Это абсолютно социально адаптированные люди, работоспособные, успешные, прекрасные. Но, тем не менее, да, они получили вирус, но никаким образом они не должны становиться для нас изгоями. Наша задача им помочь вылечить их, чтобы дальше они продолжали создавать свои семьи, рожать детей, и никакое отношение должно быть к ним, как к обычным пациентам, которым надо просто помогать и лечить их. Человек, который узнает о диагнозе вирусный гепатит, ну, это, как правило, обрушивается на него, как такая страшная трагедия. И многие под влиянием вот этих первых эмоций очень болезненно реагируют. Знаете, надо просто объяснить человеку, что такое вирусный гепатит, к чему он может привести, объяснить ему, что это не смертельно опасная болезнь. Во-первых, мы теперь с гордостью говорим о том, что вирусный гепатит излечим. Это первый момент. Во-вторых, мы объясняем опасность для окружающих, потому что зачастую человек сам боится находиться в своей собственной семье, боясь заразить кого-то рядом из окружающих. И поэтому, когда мы объясняем, как необходимо себя вести, какие меры предосторожности, каковы возможны пути лечения, дальнейшего наблюдения, то, в принципе, человек успокаивается, он привыкает к этой мысли, он понимает, как ему надо себя вести в данной ситуации, и это не становится для него уже трагедией. Очень хорошо, если помогают родственники, семья. Тогда все вместе, все усилия направлены на то, чтобы вылечиться от вирусного гепатита, и тогда победа наша становится практически стопроцентной. Гузель Бекьяновна, Вы называли термин коинфицирование. Я думаю, что большинству наших зрителей он непонятен. Наверное, стоит прояснить, что это такое. Ну, я имела в виду коинфицирование, больные вирусными гепатитами, у которых есть еще и ВИЧ-инфекция. То есть у человека две инфекции. Это частые случаи? Насколько это распространено? Ну, 45%, если по статистике 2014 года, 45% наших пациентов ВИЧ-инфицированных имели вирусные гепатиты. Хронические вирусные гепатиты. И из них, вот из тех, кто имел гепатиты, 39% имели именно вирусный гепатит С. Каким образом ВИЧ влияет на течение гепатита и на лечение? Влияет ли? Конечно. Да, конечно. Здесь двойное влияние. И гепатита влияет на течение ВИЧ-инфекции, и ВИЧ-инфекция влияет на течение гепатитов. К сожалению, если не лечить и вирусные гепатиты, и ВИЧ-инфекцию, сочетание двух этих инфекций приводит нас к развитию терминальной стадии ВИЧ-инфекции гораздо быстрее, нежели чем у человека есть одна из этих инфекций. Поэтому, как правило, этих пациентов мы наблюдаем, смотрим и принимаем решение о том, какую инфекцию надо лечить в первую очередь. Иногда мы начинаем лечение с ВИЧ-инфекцией, затем подключаем лечение вирусных гепатитов. Иногда, наоборот, начинаем лечить вирусные гепатиты, и тем самым помогая организму справляться с ВИЧ-инфекцией самостоятельно. Что Вы думаете по поводу рекламы лекарств, методики и аппаратов, которые за несколько сеансов буквально уничтожают вирус и защищают печень? Сталкиваю, сама нашла, готовилась к программе. Оказывается, все просто. Было бы очень хорошо, да, Лена Алексеевна? Вы знаете, ну просто зная о том, как существует вирус, каким образом он работает в организме, это абсолютно понятно, что это только реклама и ничего больше. Да, многие хотят избавиться от гепатита, выпив всего-навсего одну таблетку. К сожалению, это невозможно. На это необходимо время и усилия. А все, что мы видим, к сожалению, очень много темы болезненная. Тема затрагивает, еще раз повторяю, большое количество людей. И, конечно, на этом фоне растут такие предложения, которые ничего общего с истинным излечением от гепатита не имеют. Заразиться гепатитом все-таки возможно, поскольку мы только что говорили, что через инструментарий где-то, но это может на самом деле случиться. Все не предусмотреть. Есть ли какое-то противоядие? Можно ли что-то сделать? Сделать прививку и подстраховаться на случай заражения? Прививки существуют на сегодняшний день. Они включены в национальный календарь профпрививок. Это прививки против гепатита А и прививки против гепатита Б. В гепатите С, к сожалению, у нас прививки на сегодня нет. В гепатите С мы умеем лечить. Так же, как сказала Лена Алексеевна. Прививки против гепатита Б делаются уже начиная с 2000 года. И делаем их в детском возрасте. То есть обращаемся в детскую поликлинику. И детская поликлиника по календарю, схема, состоит она из трех прививок. Все прививки будут сделаны. И дети у нас в основном сейчас уже все привиты. Так вот, еще раз повторяю, что прививка включена в национальный календарь профпрививок. А взрослые населения, если человек не прививался против гепатита Б в свое время, достаточно обратиться опять-таки в свою поликлинику и сделать, пройти необходимый курс вакцинации. А есть смысл взрослым прививаться? Возможно, уже в каком-то возрасте, не детском. В любом возрасте необходимо это сделать. Прививка трехкратная делается один раз и на всю оставшуюся жизнь. Вирусный гепатит Б широко распространенная инфекция, как некогда ОСПА или холера. Ежегодно в мире от нее умирают сотни тысяч человек. Уменьшить масштабы наступления вируса способна вакцинация. В России предусмотрены бесплатные прививки против гепатита Б для детей и взрослых до 55 лет. Ежегодно мы начинаем вакцинацию где-то с января месяца, потому что цикл вакцинации заключается из трех дач прививок. Это в течение полугода делают три прививки. С 2002 года прививка от гепатита обязательна для детей. Есть ярые сторонники и не менее ярые противники вакцинации. Некоторые думают, что заразиться их дети не смогут. Это опасное заблуждение. Малыши подвергаются манипуляциям, связанным с кровью, например, в поликлинике. В детском саду можно подраться и соприкоснуться раной с кровью другого ребенка, который может быть инфицирован. Благодаря вакцинации организм становится невосприимчив к инфекции. Аллергия есть у вас на куриный белок? А что не будет? Все прививки нельзя сделать? Да. Хорошо все прививки? Да. Хорошо. Противопоказания для прививки от гепатита минимальны. Нельзя делать ее при острой стадии какого-либо заболевания, и уже через две недели после выздоровления можно прививаться. Все у нас вакцины же сертифицированы. Они прошли испытания, поэтому бояться тут нечего. Живые вакцины у нас не делают взрослому населению. То есть это абсолютно безопасный препарат. Я работаю в поликлинике 8 лет. За 8 лет на вирусный гепатит В я не видела ни одной реакции. Сегодня один день не мочить. В течение 3 дней не употреблять алкоголь. Можешь немножечко рука попалить в области укола. Прививку против гепатита можно сделать в поликлиниках или специализированных центрах иммунизации. Даже при соблюдении всех мер предосторожности риск заразиться у обычного человека все-таки есть. Разумным решением будет пройти вакцинацию. Ведь в большинстве случаев речь может идти о вашей жизни или жизни ваших детей. Мы только что говорили о том, что это уже общенациональная проблема. Что делается для того, чтобы ее решать? Проблема достаточно большая. Но надо сказать, что правительство Самарской области уделяет этой проблеме достаточно большое внимание. В течение 4 лет у нас существовала программа по лечению пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Было пролечено более полутора тысяч человек. И на эти цели было затрачено практически порядка где-то около 500 миллионов рублей. Поэтому проблеме этой придается большое значение. Сейчас разрабатываются новые источники финансирования, программ на лечение. В частности, за счет средств территориального фонда медицинского страхования. Понятно, что всех сразу лечением охватить невозможно. Это очень большие средства, дорогостоящие препараты. Но, тем не менее, система создана, она работает. И получить эти препараты можно через свои поликлиники по месту жительства. Только государственные поликлиники, инфекционисты на местах владеют этой информацией. Идет сбор регистра постоянным. И мы один из тех регионов, которые входят в пилотные проекты по разработке и внедрению федерального регистра пациентов с вирусными гепатитами. Поэтому работа в области ведется достаточно большая. Вы говорили о том, что одной из проблем расширения вот этой беды является то, что у нас больных гораздо больше, чем тех, кто лечится. Вот в этом направлении что делать? Вы знаете, делать можно только одно. Надо лечить. Лечить как можно большее количество людей. Почему? Потому что чем больше людей мы вылечим от вирусного гепатита, соответственно, тем меньше они будут распространять эту инфекцию. Меньше будет распространение, соответственно, меньше новых случаев заражения будет. Только таким образом мы сможем победить. У нас даже были проекты, какое количество людей необходимо пролечить для того, чтобы избавиться к 50-му году в России от вирусного гепатита. Это вообще практически как от проблемы. Да, на это нужны те средства, которых сейчас в стране нет. Но, тем не менее, работу эту надо продолжать постоянно. Я надеюсь, что Самарская область останется в числе тех регионов, которые удивляют этой проблеме самое пристальное внимание. И что к 50-му году мы забудем об этом. Спасибо большое. Информацию о способах заражения вирусными гепатитами необходимо знать каждому. В конце концов, если у вас есть лишние 20 тысяч долларов, лучше оставить их в наследство детям, чем истратить на лечение, которого можно было бы избежать. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин